Мы продолжаем наши уроки по недельному разделу Торы в Айейце. Это второй урок, но заниматься мы будем самыми первыми стихами этого раздела, поскольку на первом уроке далеко мы не прошли. «Так, говорит Тора, и вышел Яков из Бейршевы и пошел в Харан, и достиг одного места и переночевал там, потому что зашло солнце, и взял из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И снилось ему. Вот лестница установлена к земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит при нем и говорит, я Господь Бог Авраама, твоего отца и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, отдам я тебе и твоему потомству. И будет твое потомство, как песок земной, распространився на запад, на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и в твоем потомстве все племена земные. И вот я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо не оставлю тебя, доколе не сделаю тебе того, что я сказал тебе». Вот это первый отрывок, и центральное место в нем занимает видение Якова, та самая лестница. Что она означает? Понятно, что это символическое видение, пророческое видение, которое должно научить Якова какому-то чему-то, наверное, очень важного, но значение довольно непростое. Ангелы Божьи поднимаются, опускаются, ну и что? Ангел лестницы. Понятно, что простой смысл этого видения в том, что есть связь между небом и землей, лестница установлена, есть кто-то, кто ее установил, есть тот, кто управляет, управляет тем, что происходит на земле, почему управляет он, это управление идет сверху вниз, так идет лестница, но с другой стороны вроде как все совсем наоборот, а именно ангелы Божьи поднимаются, а потом только спускаются. И вот это единственная, пожалуй, деталь, через которую комментаторы всех времен пытались найти, в чем же смысл, в чем же здесь символ вот этой лестницы, что она нам показывает, чему она должна нас научить. На прошлом уроке мы познакомились с тем, как объясняет Раши. Раши говорит, что здесь происходят нечто подобное смены караула, а именно ангелы, покровители, которые сопровождали Якова до сих пор, они сейчас восходят на небо, они с ним расстаются, ибо он собирается уйти за границей, он уходит из Святой Земли, и поэтому ангелы эти уходят, а на смену им приходят ангелы заграничные, те, которые будут сопровождать его за пределами Святой Земли. Это Раши. Видели мы объяснение Рамбана, в котором он утверждает, что здесь дается описание, по крайней мере, понимание того, как действует Ашгаха, т.е. надзор и управление миром, как Всевышний осуществляет его, и Ашгаха, Клолит и Ашгаха-Протит, т.е. и общий видовой надзор, и надзор частный, индивидуальный. Видели мы и объяснение Медраша, Медраш в Танхуме. Он как раз представляет, что перед нами аллегория всего развития истории, ангелы, которые поднимаются и потом опускаются – это мировые сверхдержавы, которые сначала восходят по лестнице истории, когда каждая такая ступенька – это год на оси времени, и в конечном итоге рано или поздно они все слетают с этой лестницы, так приходят и уходят державы, культуры, а Яаков, пратец еврейского народа, наблюдает все это. Вот теперь мы посмотрим еще один комментарий, еще одно объяснение этого видения, и объяснение совсем нетривиальное. Оно основное тоже на Медраше, но на этот раз это не Медраш Танхума, а Медраш Раба, Медраш Берешит Раба, и там сказано так. Я зачитываю текст в оригинале, а потом пытаемся его объяснить. То есть, другое объяснение после тех, которые мы приводили. Есть еще одно. Раби Леви, бешем Раби Ишмуэль бар Нахман, амар, малахе ашарет, а лиды шегилу, мистурин шелак дзубовху, нитхум, мимихи цатанку, фламит хет шана. Так говорит Раби Леви, со слов Раби Шмуэль бар Нахман, имеется в виду, что это ангелы. От каких ангелов здесь идет речь? Те самые ангелы, которые почему-то поднимаются сначала, только потом опускаются. Это те ангелы, которые раскрыли тайну Всевышнего, и они были удалены, отдалены на 138 лет. Что значит вообще отдаленные ангелы? Что значит их, откуда их, каким образом их отдалили? И что означает 138 лет? Что было 138 лет тому назад? Продолжает дальше мидраж. Второе высказывание Раби Хами Барханина немножко проливает свет. Что произошло 138 лет тому назад? 138 лет тому назад произошла колоссальная катастрофа в районе Мертвого моря. А именно, цветущая долина, города, Сдом, Амура и другие пять городов, которые были там на плато, они все оказались уничтоженными. Плато перевернулось. Все эти города оказались уничтожены. Значит, события, связанные со Сдомом. Уничтожение Сдома. Если вспомнить, как описывается уничтожение Сдома, то там участвуют, безусловно, ангелы. Два ангела, которые уничтожают Сдом. Так вот, что же там плохого было с этими ангелами? Квырид Митраж, была там гордость в искомере проявленных ангелами. Они сказали, мы уничтожаем это место. Значит, вы уничтожаете это место. Ангелы, в конечном итоге, они ангелы-исполнители. Они орудия, они посланники. Само слово ангел, Малах, оно означает тот, кто делает работу, рабочий, посланник. Так он только посланник. Поэтому он, это не он уничтожает город, это Всевышний уничтожает город. Они просто занимаются пиротехникой и всеми остальными техническими вопросами. Получается так, что вот эти самые ангелы, которых, очевидно, нужно понять символику, которую объясняет здесь Митраж, вот как их спустили с небес на землю, отдалили их. 138 лет они таким образом оказались отдалёнными. И вот теперь им позволено вернуться снова на небо. Поэтому начинается всё с того, что ангелы Божьи поднимаются по этой лестнице. Что это за ангелы? Те самые ангелы Божьи, которые были прежде отдалены после того, как они вели себя в доме. А теперь им позволено вернуться назад. Масса вопросов вызывает этот Митраж. Вместо того, чтобы объяснить что-то, он, пожалуй, на первый взгляд только больше осложняет нам. Что значит вообще ангелы, которые возгордились и поэтому они были наказаны? Ведь ангел же не человек, у него нет свободы выбора. Ангел – он весь орудие, он исключительно… у него нет личности, у него нет свободы. Он исполнитель, он исполнитель, причём абсолютно точно исполнитель. Он не просто как человек, который даже, может быть, самоотверженно исполняет какую-то функцию на него возложенную. Ангел и функция, они не раздельны, он и есть функция, он и есть возложенная на него задача. Да как понять эти слова, что они… Конечно, слова, которые сказаны в Торе, чёрным по белому сказаны, из песни слова не выпустишь, так сказано, мы же хотим монах, но мы уничтожаем. И действительно, это звучит в устах ангелов довольно странное это выражение, нет никакого сомнения. Но вместе с тем, как понять это объяснение, как понять это явление, как к нему отнестись, и что означает вообще их это удаление. И, наконец, почему вдруг… Вроде что они отбыли свой срок 138 лет, поэтому теперь им разрешено вернуться. Или же, скорее всего, имеется в виду другое, что произошло какое-то исправление. Ведь здесь нет сроков, которые нужно отсидеть в тюрьме. Если позволено вернуться назад, то, очевидно, произошло какое-то исправление. То, что у нас называется тикун, тогда в чём же было это исправление? Каким образом они сумели исправить то, что было? Непонятно. В том же направлении объясняет прочитанные нами стихи и перевод Тора на армейский язык. Я имею в виду не широко известный перевод Ункилуса, а перевод Дионатан Бен-Узи, он куда более расширен, распространённый, и он говорит следующую вещь. Это те самые ангелы, которые до сих пор провожали его до Бейтеля. И вот в этот самый день, точнее, в ночь, когда Яков заночевал там, в Бейтеле, им было позволено подняться на небеса. И, поднявшись на небеса, они сказали, видели ли вы лицо праведника Якова? Ведь его лицо, его лик… Лик – нехорошее слово, не будем его… Его кодилом пахнет. Его лицо запечатлено, высечено на троне славы. Кесея-Карвот. Этим объясняет перевод Йонатан Бен-Узи, потому что написано сначала, поднимается. То есть, ангелы, которые видели Якова, они поднимаются и говорят остальным другим ангелам, вы видели Якова? Ведь это на самом деле тот же самый человек, тот же самый человек, лицо которого запечатлено на троне славы. И тогда другие ангелы спускаются для того, чтобы посмотреть, сравнить. А как это понять? И что означает вообще, что лицо Якова, оно запечатлено на троне славы? Ну, прежде всего разберемся, что такое кисея-Карвот – трон славы. Трон славы не имеется в виду кресло с подлокотниками, с обшивкой или еще что-нибудь в этом роде. Подобно тому, что показывают в Эрмитаже, кресло, на котором сидели цари из династии Романовых или какие-нибудь другие троны. Если очень коротко постараться дать определение, что ж такое кисея-Карвот, строго говоря, это изображение целей, ради которой создан весь мир. Ну, можно спросить, а почему это именно тогда? Трон и причем здесь вообще Карвот, причем здесь славы и так далее. Это все правильные вопросы. Но если мы начнем все это объяснять долго-долго-долго, на это уйдет все время, так вот цель, ради которой все создано, цель, которую поставил себе Всевышний в сотворении мира, понятно, что это человек, все остальное творение было создано для него. А что такое идеальный человек? Как выглядит идеальный человек? Из-за идеального человека – это Яков. Это третий из наших братцев. То есть, на небесах существует идеальный идеал, существует идеальное представление о том, как должен выглядеть идеальный человек. А вот оказывается, что сейчас отправляется спать человек, который в жизни своей сумел реализовать вот этот самый идеал. Вот он и есть. Ради него был создан весь мир, ради него все идет к нему. Ну, безусловно, есть на что посмотреть, конечно же. Но как это сочетается с тем, что мы сказали раньше? И каким образом это оказывается? Те же самые ангелы, где речь идет о совершенно разных вещах, те же самые ангелы, которые возвращаются сейчас на небеса после того, как они были удалены, именно они и призывают всех остальных посмотреть на Якова. Объяснение, которое я хочу дать, содержится в очень интересной книге, называется она «Оргидальяу», автор которой Авгидали Шрайбер. И объяснение его приблизительно следующее. Что это за ангелы, которые были удалены? Это те самые ангелы, которые высказывали серьезные опасения, когда возникла вообще, возник план создания человека. Так говорят наши мудрецы, есть медраж об этом, что когда Всевышний собрался создать человека, то все ангелы разделились на две группы. Были левые, были правые. Были те, которые говорили, что на самом деле в самом начале книги Берешит там сказано, что Всевышний задает человека «На се адам бе цалмейну кедмутейну» «Сделаем человека по образу нашему и по подобию нашему». Раши там спрашивает, на самом деле Раши только цитирует этот вопрос, который уже задают мудрецы, почему вдруг здесь Всевышний говорит во множественном числе? Что значит «на се адам бе цалмейну»? Почему «Сделаем человека»? Что их там? Несколько не дают? Все основано, все строится, все стоит только прежде всего на Ихудашим, на том, что Бог один, единый, делим. Что значит тогда? Почему множественное число «Сделаем»? Раши там отвечает, что Тора учит нас здесь тому, что человек всегда должен советоваться даже с теми людьми, которые ниже его. Даже если он думает, что никто ему ничего серьезного посоветовать не может, все равно следует советоваться, в особенности с теми людьми, на жизни которых ваше решение окажет влияние. Точно так же и здесь Всевышний советовался с ангелами. Что уже могут ангелы ему подсказать, чего Всевышний не знает? Конечно, не могут, но вместе с тем он с ними посоветовался, так и мы, люди, тоже должны советоваться даже в тех случаях, по крайней мере, сообщать о том, что мы собираемся делать людям, которые зависят от наших решений. Так говорит Амбраш. Значит, имел место совет. Ну, а что же советовали ангелы? Так вот, другой метраж говорит, что на самом деле не было единого мнения среди ангелов. Ангелы разделились на две партии. Одни говорили, следует создать человека, другие говорили, ни в коем случае не следует создавать человека. Одни говорили, нужно создать человека, стоит создать человека, ибо он будет творить добро. Другие говорили, не нужно создавать человека, ибо человек будет весь, одна сплошная драка, одна сплошная ссора. Одни говорили, нужно создать человека, ибо он будет способен говорить правду, другие ангелы говорят, ни в коем случае не нужно создавать человека, он весь одна ложь. И вот так вот все возможные человеческие достоинства и недостатки, группа ангелов одна, говорили, стоит создать человека, ибо он сумеет воплотить в себе такие-то, такие-то достоинства. А другая группа говорила, ничего подобного, он как раз наоборот, он будет в состоянии, он будет проявлять недостатки. Продолжаем дальше метраж. Пока эти ангелы спорят между собой, Всевышний создал человека. Что же опять непонятно? Пока советники между собой спорят, Всевышний втихаря тихо-тихо-тихо сделал пока человек, он сказал, опа, вы здесь спорили, а вот он человек готов. Это что означает? А означает это вот что. Человек был создан обладателем свободы выбора, и суть человека – именно то, что говорили ангелы. Он способен творить добро? Да. Он способен творить зло? Конечно. Он способен быть блестящим человеком? Да. Он способен быть скотиной? Конечно. Он способен быть мерзавцем? Да. Он способен говорить правду, даже когда это ему очень и очень невыгодно. Он способен залгаться весь… Конечно, способен. И всё это человек. Ангелы по природе своей, у них нет свободы выбора. Ангел, как мы сказали, он только воплощённая воля Всевышнего, он посланник, у него своей личности тоже нет. Поэтому ангел всегда может видеть только одну сторону, либо так, либо так. Поэтому ангелы разделились здесь на две партии. Так вот, те самые ангелы, которые утверждали, что не следует создавать человека, в чём была их самая главная претензия? Нельзя создавать… Не было никакого совета по поводу того, стоит ли создавать комаров, например. Может быть, если бы меня спросили, я бы сказал, может быть, не надо, может быть, как-то можно обойтись бизнесом. А вот ангелы, как раз у них ничего против комаров не было, ничего против змей, ничего не было, всё. По поводу человека был здесь спор серьёзный. Почему? Да потому что ангелы утверждали, что если человек… что такое человек? Обладатель свободы выбора. Если ему будет дана свобода выбора, т.е. он сможет быть, либо он сможет сам определять свой путь в жизни, это значит, что он в состоянии будет ослушаться Бога, это значит, что он в состоянии будет грешить, это значит, что он в состоянии будет делать самые мерзкие дела. Нельзя. Нельзя. Ни в коем случае. И ведь человек – это не просто он будет делать мерзкие дела. Ведь в конечном итоге человек же – это цель всего творения. И всё ради него. Да и ангелы существуют тоже ради него, ради человека, а не только служители, а цель творения – он. Стало быть, в тот момент, когда человек будет делать гадость, то весь мир, который создан ради него, он весь его будет погружать в грязь. Весь мир вместе со всеми ангелами, со всем, что есть. Так как же можно создавать такого? Всевышний не послушался, и он создал человека, и человек – он действительно такой и есть. Кто такой по природе человек? Приходится иногда слышать людей, которые, скажем, сталкиваются с ужасными проявлениями человеческой злобы, человеческого зла, какой-то мерзости. И тогда люди говорят – это просто не люди, это какое-то отребие, какие-то отбросы. Когда люди слышат о том, на что были способны нацисты во время Второй мировой войны, они тоже любят говорить – это не люди. Да нет. Человек – это люди, человек – это именно то и есть. Я позволю себе процитировать одного любопытного мыслителя конца XX века, кстати, человека, который прошел через четыре года, а с Венцем он сделал. И вот он в своей книге – это психолог Виктор Франкель, который в конце своей книги человек ищет смысл записывать такую фразу, что в XX веке, он пишет, мы стали куда реалистичнее, потому что мы наконец-то поняли, кто на самом деле такой человек. Человек – это то самое существо, которое построило газовые камеры в Освенциме, но человек – это вместе с тем то же самое существо, которое способно было входить в эти газовые камеры с достоинством и со словами Ишма и Исраэль на устах. Это человек и этот человек. Человек способен и на то, и на другое. А в этом-то его особенность, и то, и другое – свет и тьма, все в нем вместе. Он праведник, и он грешник, он мерзавец, и он просто светящийся человек, он способен творить невероятное добро, он способен творить невероятность. На все он способен. Ангелам это было непонятно. Так вот, когда ангелы попадают в дом, те самые ангелы, которые говорили, не следует создавать человека, вот здесь они получают доказательство своей правоты. Посмотрите, на что способен человек. Девушку, которая дала кусок хлеба нищему, за это они ее казнили, за это она умерла мучительной смертью. Люди, которые готовы были изнасиловать двух гостей, которые пришли к ним для того, чтобы всем было ясно, чтобы больше не повадно было всяким беднякам и всяким босикам приходить в этот город. Ну, этот человек, стоило создавать людей, посмотрите на этот дом, посмотрите на эту мразь, мы уничтожаем этот город. Редмитраж. Гордость здесь была. Как понять эта гордость? Именно то, что они получили здесь подтверждение своей правоты. Видите, мы же были правы, мы же говорили, нельзя создавать человека. Посмотрите, что происходит здесь, посмотрите, насколько деградировали люди, на что они похожи. Ну, с такими ангелами мириться невозможно. Каждый раз, когда ангелы приходят в соприкосновение с людьми, с обладателями свободы выборов, у ангелов ничего не получается, они терпят фиаско. Поэтому они удалены. Удалены, и они находятся в таком своеобразном изгнании, в удалении 138 лет. «Где же их исправление?» Сейчас есть исправление. А именно, прийти и посмотреть на Якова. Посмотрите, это тоже человек. Те, которые были в доме, они человеки, но и это человек. Вот что означает свободу выбора. Можно быть жителем с дома, а можно быть Яковом. И это тот же самый человек. Теперь, увидев Якова. И это действительно идеал, то, что подчеркивает здесь перевод Юнатана, что вид Якова, лицо Якова – это то, что представлено, то, что запечатлено на кисея кого, на троне славы. Т.е. это цель, ради которой создан весь мир, вот он идеал, который соответствует. Этот идеал сейчас сравнивают с конкретным человеком. Вот. Можно же. Можно достигнуть и этого. Теперь вот в этом-то исправление ангелов. Теперь они могут вернуться снова на небеса. Вернувшись на небеса, говорит, с остальным. Посмотрите. Посмотрите на того человека, который внизу. Тот идеал, который наверху. Сравните. И вы увидите, что это на самом деле тоже самый идеальный человек. И вот это тот самый идеальный человек. Яков. Чем он сейчас занимается? Спит. Как-то от идеального человека, который представляет собой действительно цель, ради которой и создан мир. А он сейчас спит. Правда. Как говорит Раши, Раши уточняет, что он лёг спать в том месте, значит, прежде он не спал 14 лет, перед этим он провёл в Ишиве Шемаевера, и за 14 лет он ни разу не отправился спать. Т.е. если он засыпал прямо в Бехмедраше, прямо в Доме Учения. Но вместе с тем этот период закончился. И сейчас Яков отправляется для того, чтобы заняться вроде бы тем, чем занимаются и все обычные люди, которые далеки-далеки от того идеала, от того идеального образа, который есть на небесах, он собирается заводиться семьёй, жениться, расти детей, кормить их, зарабатывать себе на жизнь. Довольно прозаические занятия. Что говорит Яков, когда он просыпается и видит, вспоминает явление, которое он видит. Читаем следующую фразу. «И пробудился Яков от сна и сказал, истинно Господь присутствует на этом месте». Т.е. он понял, что шхена, присутствие Всевышнего, благодаря которому он и получил это пророческое видение, находится на этом месте. «А я и не знал, и испугался, и сказал, как страшно это место. Это не что иное, как Дом Божий, и это врата небесная». Вот это вот Дом Божий, провозглашённое Яковом понятие Дом Божий. А что такого здесь особенного? В чём здесь идея? Слова «Дом» и «Божий», они в сознании многих людей не совсем они сопоставляются. «Дом» имеется в виду дом, там, где люди живут, там, где квартира, а «Божий» – это что-то совсем другое, это нечто куда более высокое. Вот Яков, он и провозгласил, что Бога человеку следует искать именно в доме, у себя в доме, не за пределами своего дома. Что такое Дом Божий? Дом Божий – это то место, где развивается человеческая личность, где человек строит себя. Дом Божий означает то место, куда человек приносит всё, что он приобретает. И материальные ценности, имущество, и знания, и опыт, и духовный свой опыт, и духовные свои достижения. Всё, что человек обретает, всё, что он постигает, всё это он приносит домой. А дома, принесённое извне дома, там и помогает создать обстановку, в которой человек растёт и развивается. Развивается человек, он там же производит и потомство, и дети развиваются там. Всё это вот здесь, именно в этом месте, именно здесь вот и есть, именно в этом месте следует искать Бога. Яков реализует в своей жизни тот идеал, который был провозглашён ещё на самой заре человечества, праотцем всего современного человечества – Нуаха. Известна история о том, как Нуах после потопа, когда ему стало известно о том, что произошло, когда сам он выпил вина и опьянел, то он произносит очень известную фразу «явтилу кимны ефет баишкон буалей шим». Фраза эта переводится, скажем так, «даст Бог простор» Ефету и будет обитать он в шатрах Шема. Ефет – сегодня у нас Ханука, никак нельзя не легнуть греков, что мы прямо сразу сейчас и сделаем. Ефет – ефетские народы. Среди всех тех народов, которые произошли от сына Нуаха Ефета, мы находим многие народы, которые трудно нам быть неуверенными, сможем ли мы их идентифицировать сегодня по названиям, которые им даёт Тора. Некоторых да, некоторые нет, но один народ, мы уж точно знаем, кто имеется в виду, один из народов называется структуре «яван», то есть ионийцы или греки. Они представители ефетской культуры. Или, с другой стороны, Шем – семиты, наиболее известные из которых это еврейский народ, Авраам, Ицхак, Яков и их потомки. Итак, что же говорит Тора? Ефет – даст Бог простор, открытость, простор, открытость. Ефет – вот это вот его черта, это раскрытость и стремление к распространению на всё новых и новых просторах. Это черта ефетской греческой культуры. Но ряд комментаторов говорят, что довольно странный перевод ефет – даст Бог простор, потому что корень, то есть этот перевод он предусматривает, что корень слова упомянутого там в Торе – это корень происхождения из арамейского языка. В языке Торы нет такого корня, просто его нет. Почему вдруг Ноах посредине текста, который целиком написан на святом языке, наложен на кодыш, почему он вдруг впустил слово арамейское? Непонятно. Поэтому ряд комментаторов предлагают другой перевод – яфт от слова, если мы возьмём только первые две буквы – яфт от слова ефет, то есть красоту. Что же даст Бог Ефету – красоту? И, конечно же, тот самый ионийцы, тот самый греческий народ, который столь известен своим стремлением к красоте, для которого красота превратилась в один из, пожалуй, самый важный идеал и в самую важную ценность в их жизни, безусловно, соответствует этому пониманию. Итак, красота и простор – это то, что наследует ефет, но обитать Бог будет в палатках Шема. Палатка. То есть понимание о… вот это вот то понимание, которое сейчас выражает Ияков, дом Божий – палатка, в которой обитает Бог, в которой находится шхена в палатке, не в каком-нибудь красивом святилище подобно тем бесподобным архитектурным зданием, которое строили греки. Нет. Самые простые вещи – в шатре, в палатке. А что есть в этой палатке? Там люди живут, семья там живут. Там живут и развиваются люди. Вот именно там и будет присутствовать Бог. Коренное различие между двумя культурами, оно выражается именно в этом. Греческая культура – все, что есть в жизни ценного, то, к чему нужно стремиться, она ищет вне дома. Греческая культура и развившаяся на ней европейская культура, она породила такой образ жизни, в котором все хорошее – оно вне дома. А дом что такое? Не только все хорошее, а все важное. А дом – просто место, в котором человеку нужно отоспаться, принять душ, поменять, сменить одежду и снова выходить. Выходить, прежде всего, на самый главный бой своей жизни – работа, карьера, завоевание места под солнцем. Потом снова человек после работы приходит домой, дом служит ему тем местом, где он может немножко перезарядить свои аккумуляторы и выходить уже для того, чтобы организовывать свой досуг. Идти находить что-то красивое, что-то интересное, что-то более возвышенное, где человек идет в кино, идет в театр, идет на выставку, идет на природу, все из дома. Все хорошее вне дома. Человеку нужно выйти. Он выходит на работу, он выходит для досуга, он выходит за впечатлениями, а домой он возвращается, чтобы отоспаться, поменять носки и снова бежать, и снова идти. Дом исключительно техническое место, в котором человек отдыхает в промежутках между боями жизни и между досугом, в котором он видит свою цель. Сегодня, в сегодняшнем таком обществе, даже когда человеку хочется вкусно поесть, и то он и ходит из дома. Просить со временем у себя, что вкусно поесть. Он тут же сказал, что вкусно поесть, значит, пойти в ресторан. А дома нельзя что-нибудь вкусное сделать? Не понимаю. Не то. Все, что манит, все хорошее, все возвышенное, все вне дома. Более того, интересная вещь, ведь на самом деле европейское общество построено на двух основах – это греческая культура и христианство, т.е. это взятый из иудаизма, может быть, суррогат, но все-таки духовность. Слияние этих двух элементов – языческая, греческая культура и духовность, взятая из иудаизма, пришедшая через христианство, она и представляет собой современную европейскую культуру. Т.е. современный европеец он попробовал немножко, хотя бы немножко он попробовал, что такое духовность. Знает он это? Знает. Ну и где же он ищет духовность? Он ходит раз в неделю в церковь. Т.е. он ходит в дом Бога, это верно, но вот Бога в свой дом он не пускает, потому что его дом – это не то место, где имеют дело с Богом. Дом – это место, где европеец отдыхает. А главное – т.е. не только его работа, не только его досуг, но и духовность он тоже ищет вне дома. Духовность – она не дома. Дома носки меняют. Яков говорит нам совершенно другое. Все должно быть совершенно иначе. А именно центр – это дом, наоборот. Все, что человек приобретает, он заносит в дом. И все ценное должно быть в доме. Духовность – в доме. В ходе строения семьи, в отношениях между людьми. И все ценности они именно внутри дома, внутри семьи. Вот с этим самым багажом, с этим пониманием Яков и отправляется в совсем непростое путешествие. До сих пор это был человек Йошеф О'Алим. Он был человеком, сидящим в шатрах. Т.е. он практической жизнью не занимался. Все, чем он занимался, были только духовные ценности. А теперь ему нужно построить дом. И так, чтобы это был дом Божий. Чтобы это был его дом. Не дом Божий, как храм. А чтобы его дом – дом, в котором будет его семья, чтобы он был домом Божьим. Это объяснит нам еще одну любопытную вещь. Написано здесь «Ваевгабамако». Т.е. и добрался он до одного места. Трудно перевести это слово «ваевга», что буквально означает «наткнулся на одно место». Т.е. подобный человек, который идет. Идет, он знает, по какому направлению он идет. И вдруг неожиданно, это для него сюрприз, он натыкается на что-то, чего он не ждал. Здесь это понятно. Яков никак не ждал, что на том месте, где он заночевал, он вдруг столкнется там с подобными видениями, с пророческим видением, с ангелами и так далее. Для него это сюрприз. Он наткнулся на это место. В конце главы, когда Яков возвращается в Святую Землю, уже как глава семейства, через 22 года. Когда у него есть уже и жены, и дети. Написано там так. «Яков же пошел своим путем и встретил его ангелы Божьи». Снова там «вайфгиу бомала хейлукин», т.е. если буквально переводить «и наткнулись на него ангелы Божьи». Если в начале главы Яков наткнулся на это место и на ведение лестницы с ангелами, для него это был сюрприз. Он никак не ожидал увидеть здесь ангела. Т.е. здесь уже сюрприз для ангелов. Они не ожидали. Для них это сюрприз. А в чём сюрприз? Они что, раньше не видели Якова? Они что, раньше не видели, что это действительно тот самый человек, который воплощает идеал? Да, совершенно верно. Но раньше они его видели, когда он шёл из Ешивы, где он 14 лет на престарном училторе занимался исключительно духовными ценностями. Это да. Тогда это понятно. Но сейчас он возвращается после 20 лет, проведённых в доме Лаванга. В доме мошенника, бесчестного человека. В окружении которого. В доме. И после 20 лет чем он занимался на протяжении всех этих 20 лет? Он пас в овец, женился, рожал детей, воспитывал их, создавал семью. Ну, по идее, мы должны были увидеть человека, который растерял большую или, может быть, по крайней мере, значительную часть всех своих духовных приобретений, всех своих духовных ценностей. Если бы Яков перенял тот самый ефицкий, греческий подход к жизни, то, безусловно, так бы с ним произошло. Да потому что от всей внешней, от всей той духовности, которая до сих пор его окружала, в доме Лавана он ничего не мог найти. И тогда, безусловно, он бы погряз. Чего бы от него не осталось. Это уже был бы не тот Яков. Для ангелов было сюрпризом увидеть, что на самом деле Яков ничем не изменился. Как он шёл в дом Лавана, таким он вернулся. Хотя сейчас перед нами пастух, который пасёт овец, устраивает жизнь своей семье, зарабатывает им на жизнь, уважает детей, но он остался тем же самым. Тем же самым духовным человеком, тем же самым идеальным человеком, идеалом, которому должен пойти к человеку. Ибо всё для него, всё самое ценное, и духовность, и всё, что он ищет в жизни, всё это реализуется и строится в самом доме, внутри дома. Для него создание семьи и было служением Бога ничем не меньше того, чем он занимался до сих пор. Наоборот, всё то, чем он занимался до сих пор. То, каким образом он набирал свою духовную энергию, теперь он её реализовал на построении вот такого идеального дома. И поэтому сказано дальше. «И сказал Яков, когда увидел их, это стан Божий и нарёк имя тому места Маханаим». Что такое Маханаим? Слово Маханаим означает лагерь. Маханаим – двойственное число, значит два лагеря. Как понять это два лагеря? Раши, один лагерь – это ангелы, а второй лагерь – это люди, то есть его семья, его дети – один напротив другого. Вот она та самая идеальная семья, которая построена, которая и отражает тот идеал, который они… Так вот, один лагерь – это лагерь ангелов и лагерь людей. Написано в «Фира Ширин»… Астанта Сук… «Фира Ширин»… «Шувер Шувер Шувамид»… «Шувер Вених Зебах»… Скажем, это приблизительно его значение. «Обернись, обернись к нам Шуламид, обернись, посмотрим на тебя». Шуламид отвечает им, тем, кто призывает ее. «Матых и зубы Шуламид, что вы смотрите на Шуламид? Кемихалота Маханаим. Подобно хороводам Маханаим». Как понять эти слова? Что они отвечают? Объясняет нашу мудрецы. «Народы мира обращаются к еврейскому народу. Шуви, приди, вернись к нам, иди к нам. А Шуламид от слова шалем, шлеймут, совершенство, полнота. Приходите к нам. Мы сделаем вам даже следует длинный список всех возможных должностей на греческом языке. Мы сделаем вас епархами, мы сделаем вас трибунами, мы сделаем вас… Ими словами народы мира знают, они, безусловно, хорошо знают, что евреи способны быть и администраторами, и управлять, и работать в науке, и работать в бизнесе, и финансах, в чём угодно. Так приходите, мы всё вам дадим, сделаем вас, назначим вас заместителями всех главных директоров, и президентов, и заведующих кафедр. Приходите! На что еврейский народ отвечает… Интересное, конечно, предложение, но не стоит свеч. «Можете ли вы дать мне подобное что-нибудь тому, что-нибудь подобное хороводам Маханаим?» Что это за хороводом Маханаим? Это тоже написано здесь. «Маханаим» – два лагеря, лагерь шхины, лагерь ангелов и лагерь людей. Иными словами, жить еврейской жизнью, жить так, как вы живёте, можно достигать больших успехов. Да, конечно. Можно строить себе карьеру вне всякого смысла. Евреи умеют строить себе карьеру не хуже других людей, а в некоторых местах и даже лучше. Только стоит ли игра свеч? Человек, который построил себе самую большую карьеру, человек, который открыл невероятные научные открытия, человек, который сумел заработать много-много-много денег, человек, который добился успеха в любой области, но в своём доме он не чувствует света, тепла. В своём доме его дом не построен так, как должна быть построена еврейская семья, такой человек остаётся несчастным. И по большому счёту он, в общем-то, в жизни проиграл. Поэтому не стоит играть свеч. Приходить к вам, жить так, как вы живёте, превращая дом только в то место, где просто ночуют и снова рвутся обратно из дома наружу, наружу, наружу. Не стоит того. То счастье, которое есть у нас внутри дома, когда нам удаётся построить такой дом, который действительно был бы домом Божьим, вот этого же у вас нет. Нет, вы даже никогда не можете даже представить, что это такое. Поэтому, простите, но на заманчивое предложение отвечаем. Отказ. Посмотрим по тексту дальше, ещё раз окончание всего этого видения. «И пробудился Яков от сна и сказал, истинно Господь присутствует на этом месте, а я и не знал». Когда человек говорит «я и не знал», значит, что он сетует на то, что он не знал, потому что если бы знал, наверное, он бы повёл себя по-другому. Как бы он себя тогда повёл? Раша объясняет так. «А я и не знал. Если бы я знал, то я не осмелился бы спать на таком святом месте». Конечно, если это святое место, то раскладывать здесь свой спальный мешок и устроиться на ночлег – это недостаточное уважение к святости этого места. Это да. Но ведь если бы он не спал бы здесь, то этого видения со всеми, вот этого потрясающего видения ангелов он бы не увидел. И все те намёки, о которых говорят здесь комментаторы, до него бы не дошли. Более того, да и без всяких намёков, просто там прямым текстом данные ему обещания. Ведь Всевышний в этом видении говорит ему «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и твоему потомству, и будет твоё потомство, как песок земной, и распространишься ты на запад, и на восток, и на север, и на юг, и благословятся в тебе и в твоём потомстве все племена земной». Так всё это, если бы не этот сон, всё это можно было бы упустить. Так, может быть, стоило бы всё-таки? Нет, не стоило. Никакие ценности, не только материальные, но и духовные ценности, если они приобретены за счёт нарушения, за счёт неправильного поведения, за счёт поведения, которого не должно быть, они того не стоят. Поэтому я ковы сетую. Если бы я только знал, что это такое святое место, я бы лучше не отправился бы идти спать. И дальше он говорит «это ничто иное, как Дом Божий, и это врата небесные». Ну, а это, как понимаем, что значит «врата небесные»? Рашик говорит так «это ничто иное, как Дом Божий», сказал Рабель Азар. Он приводит здесь сначала Медраж, потом он здесь приводит высказывания мудрецов в Талмуде и пытается разобраться между ними, поскольку то, что сказано в Медраж и то, что сказано в Талмуде, не совсем хорошо сочетается друг с другом. Итак, сначала Рашик цитирует Медраж. «Сказал Рабель Азар от имени Рабьёзи бен Зимра, эта лестница стоит в Бершеве», т.е. то, что она ногами установлена на земле, ноги у неё стоят в Бершеве. В Бершеве оттуда Яков ушёл, когда отправился в своё путешествие. А вот середина её подъёма находится как раз напротив храма. То место, где находится Шхена, место, на котором будет построен храм на горе Мурья в Иерусалиме, именно там находится середина подъёма. Ибо Бершев расположен на юге Иуды, немножко географии даёт Раши, а Иерусалим, он на севере колена Иуда, т.е. между ними серьёзное расстояние, на границе между Иудой и Беньямином. А вот Бейт-Эль, т.е. дом Божий, Бейт-Эль, это буквальный перевод, дом Божий, слово Бейт-Эль, а он находится на севере у дела Беньямина, т.е. между Иерусалимом и Бейт-Элем проходит вся территория колена Беньямин. На границе между Беньямином и коленом Иосефа. Таким образом, у лестницы нижний котнец, который находится в Бершеве, а верхний, в Бейт-Эле, середина подъёма находится против Иерусалима. Т.е. если лестница стоит таким образом, наклонно, если мы сделаем проекцию от её конца, то попадём в Бейт-Эль, а середина приходится как раз на Иерусалим, на гору Мурия. Поэтому он и говорит здесь, это не иначе, как дом Божий, т.е. там, где он видит эту лестницу, и это врата небес. Что такое тогда врата небес, как вы траж и ниже, то это место для молитвы, т.е. место, где молитвы возносятся к небу, и это и означает врата небес. Что это врата небес? Гора Мурия – место Иерусалимского храма. До сих пор Раши объяснил высказывания мудрецов в Медраж. Теперь Раши обращается к Талмуду. А как же быть с высказыванием мудрецов Талмуда, что Бог сказал, как же так, этот праведник достиг места Шхины, места моего пребывания. Так неужели же он уйдёт, не остановившись на ночь? По этому высказыванию получается, что Яков находился в это время, когда он отправился спать, он находился на том месте, где будет построен храм. Там он находится, и стало быть, лестница эта, по идее, должна стоять там. И ещё они сказали, Яков назвал Иерусалим Бейт-Эль. То есть, домом Божьим, говорят мудрецы в Талмуде, Яков назвал Бейт-Эль. Но это опять же не получается, ведь он же не был в Бейт-Эле. Более того, место, в котором дальше написано «И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил на него масло, и нарёк имя этому месту Бейт-Эль, дом Божий». А первоначальное имя этого города – Луз, тут же мы совсем запутались. Мудрецы говорят, что это было в Иерусалиме, оказывается, он был в городе, назывался Луз, и этому городу Луз он дал название Бейт-Эль. Мудрецы говорят, что вот это название Бейт-Эль он дал Иерусалиму, исходя же из чего они делают этот вывод. Предлагает Лаши своё решение. «Я полагаю, что гора Мурия отделилась, оторвалась со своего места и была перенесена сюда». Вот это и есть к Фицат-Адерах, сокращение пути, которое и произошло, которое упомянуто по поводу Якова, о котором говорится в Талмуде, в трактате «Холинь». Храм переместился навстречу Якова до Бейт-Эля. А почему это нужно было сделать? Зачем нужно было отрывать гору Мурия вместе с будущим храмом на ней и переносить её куда-то в другое место, в Луз, где находился тогда Яков? Как всё это понять? В конечном итоге Лаши говорит следующую вещь. Произошло следующее. Яков, отправляясь из Бер-Шевы по направлению в Харан, прошёл мимо горы Мурия, мимо того места, на котором до сих пор происходили очень серьёзные события, прежде всего. Там была Акида, жертвоприношение Ицхака, место, которое Авраам уже выделил как место, на котором будут люди служить Богу. Он прошёл мимо, дошёл почти до Харана и тут вспомнил, что на самом деле он проходил на том такое святое место и не использовал для того, чтобы помолиться на этом месте. Поэтому ему он решил вернуться, ведь возвращаться было достаточно далеко. Вот здесь вот, поскольку его желание вернуться было очень сильным для того, чтобы там, на этом месте помолиться, то здесь Всевышний облегчил ему путь, т.е. он двигался из Харана по направлению в Бейт-Эль, а гора Мурия, место храма перенеслось навстречу ему и, таким образом, то, что написано в Вейфгабе Маком, он наткнулся на место, столкнулся подобно тому, как два человека, которые бегут навстречу друг другу, в какой-то точке они сталкиваются, там заканчивается их взаимное движение друг к другу. Так этот самый путь сократился чудесным образом и это означает «Кфицат Адерых», сокращение дороги, о которой говорили мудрецы. И это врата небес, как мы сказали, т.е. если это врата небес, объясняет Раши, то самое место, гора Мурия, место, на котором все молитвы восходят. Человек, где бы он ни молился, не случайно говорят наши мудрецы, что нужно обращать своё лицо в сторону Иерусалима, поскольку именно там – это то место, где молитвы восходят. Почему именно там? Мудрецы говорили в другом месте, что место храма – это место Динашки Шмая Феара, это место, где как бы соединяются, где сливаются, где соприкасаются небеса и земля. А высшие миры с низшими мирами общаются именно здесь. Молитва человека, находящегося в низших мирах, она восходит именно в этом самом месте. В этом значении предыдущих слов – это ничто иное, как Дом Божий. Не могу не вспомнить полуанекдот. Я уже не помню сейчас, много лет тому назад, было больше 30 лет тому назад, как я сейчас помню, когда я пришёл впервые в Московскую синагогу, то обратил внимание, что над входом в Московскую синагогу написан вот этот самый стих, эти самые слова. «Энзе киим бейт элуким» – это ничто иное, как Дом Божий. Только злая, худая молва говорила тогда по содержанию, потому что было тогда в Московской синагоге ещё при советской власти, что слова киим, т.е. слова из слов «это ничто иное, как Дом Божий» нужно стереть, там было два слова. «Что иное» – там просто лишнее. И тогда будет читаться просто – это не Дом Божий, т.е. «Что иное, как» – это абсолютно лишнее, чтобы знали. Это не Дом Божий. Это в другом месте не Дом Божий, но это уж точно не Дом Божий. Что сегодня написано в Московской синагоге, я не знаю. Там произошёл ремонт, может быть, стих поменяли, а может быть, он там и остался, но, может быть, сегодня уже можно его понимать буквально. Это не что иное, как Дом Божий. «И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником». Памятник – это не в значении нашим сегодняшним. Когда делается памятник, имеется в виду, это некоторая альтернатива замена жертвенника. Различие между памятник Мацева и жертвенника в том, что жертвенник складывается из камней, а Мацева – это один единый монолитный камень. И Рамбан утверждает, что и форма служения Богу тоже разная. На жертвенниках приносились жертвы, а Мацева служила именно для того, что сделал Яков, а именно возливает на него масло, возлив на него масло. И нарек этому месту имя Бейтель, Дом Божий. Само возливание масла. Мы знаем, что в дальнейшем в храме, когда храмовый утварь посвящалась храму, когда оно превращалось из просто из обычных предметов пользования в храмовый утварь, то происходило это тоже при помощи обряда возливания масла. В чём здесь символика, почему Тора выбрала именно вот такой путь? Что в тот момент, когда происходило мишиха, помазание, или возливание масла, достаточно помазание, то предмет этот становился кодыш, он становился уже святыней и с того момента уже нельзя было этим предметом пользоваться в своих целях, использовать его в своих технических целях, а это уже было только святыня, можно было использовать его только для служения Богу в храме. Может быть, может быть. Символика здесь такова. У масла есть одно важное качество. Все его в эти дни вспоминают, когда говорят о Хануке. Чудо, которое произошло в Хануке, чудо масла. И зажигаем свечи мы по сегодняшний день маслом. Самое главное качество масла, оно не смешивается ни с чем. Сделайте, налейте воду в масло и увидите, что произойдёт. Масло не смешается с водой. Оно всплывёт, всплывёт наверх и так останется и сверху. То есть, так и все эти предметы. То, что было вчера, может быть, простой какой-то деталью, утварью, предметом обихода или что-нибудь подобное, в тот момент, когда оно было подарено, принесено храму, и сделали помазание масла. В этот момент этот предмет как бы приподнялся, он уже отделён от всего остального будничного мира, и теперь можно пользоваться им только для служения Богу исключительно в возвышенных целях. Вот это то, что делает здесь Яков, посвящает этот свой памятник, тот самый памятник, который служил ему изголовьем. Он посвящает его для служения Богу, и в дальнейшем мы видим, что он даёт ещё и обед. «И дал Яков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире, в дом моего отца, и будет Господь не Богом, а вот этот камень, который я поставил здесь памятником, будет домом Божьим, то есть он станет местом служения Богу, и из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть». На этом мы закончим. По поводу уже обеда мы будем разбирать на следующем уроке. Поехали. Поехали. Поехали.